Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа поэтический интернет-проект «Коронаверс». А начнём с другой программы. «Сэ ля ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей. Добрый день, Иван. Сегодняшнюю программу можно было бы назвать в шутку «Сэ ля ви» – «Рюс». Что было бы двойным каламбором. И это вирус, и такова русская жизнь. Не знаю, не слишком ли макабрный юмор для этих дней, Андрей. Я бы назвал её по-другому. «Сэ ля ви» – и восклицательный знак. Отлично. Тогда первый вопрос к вам. Поскольку вы единственный из моих друзей, кто подвергся этой ужасной напасти. Прежде всего, как вы себя чувствуете? Спасибо. Намного лучше, чем три недели назад. И единственное, что я могу сказать, что бывают приступы слабости, вялости и желания плюхнуться на диван. С другой стороны, сколько я себя помню, всю мою жизнь у меня было желание плюхнуться на диван. Хотя, может быть, и действительно не с такими приступами отсутствия сил, как сейчас. Ну, что делать? Это пройдёт, говорят. Андрей, не могу не задать вам самый естественный вопрос, который напрашивается. Вот с вами случилось такое. Вы заболели коронавирусом. Скажите, всё время ведь хочется найти какую-то ошибку в системе. Где ты оступился? Можно ли было избежать этого в вашем случае? Мне очень трудно сказать, потому что первый врач, который приехал, сказал мне, главное, не пытайтесь сообразить, где вы это подцепили, поскольку всё равно никогда не узнаете. Нам же приносят продукты курьеры из магазинов. У нас забирают мусор или волонтёры, или мы просим тех же курьеров, когда они идут обратно уже с пустыми руками. Более того, это могут быть не курьеры, это может быть то, что внутри пакетов. То есть те люди, которые фасовали, правильно я говорю, фасовали эти пакеты. Это может быть ещё до начала карантина, который отличается от самоизоляции. Но до начала карантина, когда мы получали, мы, я имею в виду я и жена, получали цифровой пропуск и вышли на улицу прогулять собаку, мы могли пройти в невидимом облаке чего-то чихания, человека, который прошёл там, я не знаю, 30 секунд до нас. Это невозможно установить. Наверное, единственный вариант был бы полгода назад закупить много-много консервов, много-много круп, много-много молока длительного хранения, запереться, никого не впускать и никого не видеть. Но, как вы понимаете, Иван, это, в общем-то, маловероятное развитие событий. Хорошо, о некоторых вещах мы с вами в жизни не догадаемся, но много есть на свете тайн. Давайте перейдём к тому, что ясно. Каково быть человеком, которого положили в клинику? Во-первых, куда вы положили, если вы можете об этом сказать? И как это всё происходило? Как смотреть на мир оттуда? Это очень много вопросов. Происходило всё очень просто. Я вызвал врача из районной поликлиники, который на меня посмотрел, ну, поликлиники, в которой я прикреплён, он на меня посмотрел и сказал, что вам нужно вызывать скорую и ложиться. А вызвал я его потому, что у меня была температура 39. Но, как вы понимаете, люди, воспитанные в лучших традициях книг типа Васёк Трубачёв и его товарищей, или Тимур и его команда, мы что, не справимся с температурой? Закидываешься парацетамолом, на два часа сбиваешь температуру или на три, после чего она ползёт обратно, а ты снова ешь парацетамол. Короче говоря, ты как на холме смотришь на схватку двух тигров температуры и парацетамола. И плюс горячий чай, там, лимон, мёд, ну, всё то, чем у нас учили бабушки и семья, и школа. Короче говоря, всё это было очень хорошо, пока я не понял, что в этой схватке побеждает всё-таки болезнь. И температура 39, это довольно утомительно. И поэтому, посражавшись немножечко вот таким образом с этой заразой, я вызвал скорую помощь, которая отвезла меня в больницу номер 23, бывшая больница Медсантрут на Таганке. Та самая, которую, если не ошибаюсь, ещё в своё время строил архитектор Казаков, и где сохранились в старом здании гигантские четырёхметровые потолки. Если бы я был здоров, я бы, наверное, там попробовал бы организовать турнир по бадминтону или, скорее всего, даже волейболу, но мне было, честно говоря, не до этого. Вот, и вот я туда и так и попал. Я туда попал, мне сделали сразу КТ, отправили меня в реанимацию, но дальше уже не так интересно, хотя, если у вас будут более конкретные вопросы, я на них отвечу, скрывать нечего. Это касается того, как я туда попал. Ощущение, кстати, но я имею в виду не больницу, а ощущение самочувствия, довольно поганое. Здесь сказать нечего. Когда у тебя 39 держится 3 или 4 дня, в общем, это довольно-таки утомляет. Там было всё по высшему разряду. Больница такая, что я просто снимаю шляпу. Прямо ложись туда, хоть завтра снова. Всё чисто, всё организовано, фантастически, замечательные люди, внимательные. Но я могу петь осанну этим людям часами, но я сейчас делать не буду, потому что это, уверенно, не так интересно нашим слушателям. А что касается того, когда ты уже немножечко приходишь в себя и смотришь на мир, есть один опасный момент. В какой-то момент, в силу того, что всё-таки жизненный опыт никуда не дается, в силу того, что восприятие некоторых, как бы так сказать, тайных знаков никуда не девается тоже, но и, в общем, наша привычка и наше умение читать между строк приводит к тому, что ты вспоминаешь некоторые фразы врачей, ты вспоминаешь то, как они с тобой разговаривали, и понимаешь, что, судя по всему, ситуация была посерьёзнее, чем тебе казалось. Это первое, что тебя шарахает по голове, когда ты вдруг понимаешь, что, вспоминая некоторые факты, что, конечно, всё не так шло гладко. Меня перевели из реанимации, где я провел несколько дней в обычную палату, всё очень хорошо, всё прекрасно. А потом начинаешь думать, а вот эта фраза, что означала, а вот этот поступок, что означал, а вот эта эсэмэска от родственников, с чего это она вдруг появилась. И ты понимаешь, что, в общем-то, наверное, надо было бы подумать о чём-нибудь умном и вечном. Но поскольку ничего умного и вечного в эту минуту в твоём состоянии в голову не приходит, ты так и остаёшься в лёгком недоумении. Я не могу сказать, что изменился взгляд на мир, но ситуация, при которой ты вдруг понимаешь, что, давайте скажем так, всё было очень серьёзно, она, конечно, на тебя действует. Я помню, я провалялся целый день не то, что думая о том, что могло бы быть, а полностью лишённый всяких мыслей. Вот ощущения, какие-то эмоции, какие-то переживания, они всплывали, они вот как цунами вдруг меня так охватывали, несли куда-то, потом спадали. А вот конкретных мыслей было крайне мало. Голова была пуста. Я не знаю, понятно я говорю или нет, понятно ли вам моё ощущение, понятно ли на темы слушателей, который тоже что-нибудь подобное переживал, но я говорю именно о том, что вот было со мной. Плюс, конечно, всё та же усталость. И то, что меня поразило на второй день уже нормального пребывания в нормальной палате, не в реанимации, это абсолютное нежелание слушать музыку и нежелание читать. Вот это меня очень удивило, пока я не понял сам, в чём дело. А дело в том, что, учитывая, как я люблю музыку и как много, с каким восторгом я обычно читаю, я понимал, что я бы себя загнал в абсолютную яму по усталости, по нагрузке на голову, на глаза и по всему. Поэтому я попросил моих родственников не приносить мне никакой музыки и никаких книг. Дальше, конечно, я подразумеваю ваш вопрос, а как же вы без музыки? Могу сказать, что очень много музыки я прокручивал в голове. Вот это тоже было удивительно. Причём музыки, которую, ну, не каждый день я вспоминаю на воле. Простите за глупую фразу. Например, я с восторгом вспомнил, сколько мог, кёльнский концерт Кита Джеррата. Одна из моих любимых пластинок. Но, честно говоря, не могу сказать, что я её слушаю, когда я дома, каждый день или даже каждый месяц. Или Табула Раза Арвапярта. Диск, пластинка, которая в своё время перевернула вообще всё моё представление о музыке. И до сих пор она для меня на недостижимом пьедестале, по тому, какое она на меня придала впечатление, там вдруг я вспоминал из неё целые куски, хотя, видит Бог, я не настолько знаток академической музыки, чтобы вспоминать Арвапярта. Или Эрл Гарнер, концерт у моря, или Мисти, настолько знаменитая, что уже почти попсовая джазовая мелодия, вдруг всплывали в голове, и Мисти-то это одна композиция, с удовольствием могу вам её напомнить. А вот концерт у моря, пластинку я вспоминал целиком, там все 35 или 40 минут, или сколько она идёт. Вот такое странное было состояние. Не знаю, ответил я на ваш вопрос или нет, но вот было всё так. Вот чтобы вы поняли, какое было состояние, нет, состояние понять невозможно, но чтобы вы поняли, какая музыка звучала где-то в глубине сознания, давайте я вам поставлю Мисти Эрла Гарнера. Замечательная пьеса, и я думаю, в любом случае её будет приятно послушать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это была пьеса Эрла Гарнера «Мисти», та самая, которую я вспоминал столько раз, лёжа в больнице. А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Сэ ля Ви» — непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем наш разговор. Андрей, вот я хотел вас спросить о следующем. Есть два взгляда на то, что происходит с этим карантином, с коронавирусом, с этой пандемией чёртовой. Есть взгляд людей, которые не прошли через ваши испытания. И взгляд человека, который посмотрел как бы изнутри этого вихря, этой бури, этого несчастья. Скажите, что бы вы посоветовали людям, как бы вы поправили представление людей на воле, как вы выразились, о том, что происходит с заболевшим человеком или внутри этой коронавирусной проблемы? Чем взгляд людей, знающих обо всём только через экран своего монитора, неверен? Какие ошибки совершают праздноболтающие? Ну, вы знаете, вы меня ставите в положение пожилой тётушки, которая в волю погуляла в молодости и стала теперь таким образцом нравственности. И следит за тем, чтобы её племянницы вовремя приходили домой. Я вам скажу одно. Я вот эти два или три дня, что я боролся дома с этим коронавирусом, стоили мне как минимум, как я понимаю, недели пребывания в больнице. Я уж не говорю про то, что я попал бы туда в совершенно другом состоянии, нежели в итоге я попал. То есть мой совет, если у вас есть подозрения на это, если вы, не дай бог, вдруг заметили у себя всплески температуры 38, 38,5, 39 или 39,5, как было у меня, не вздумайте думать. А, хорошая фраза, правда? Не вздумайте думать. Не вздумайте думать, что вы можете с помощью аспирина, парацетамола, как я уже говорил, мёда, лимона, чая, чего угодно, обтирание холодной водой, обтирание водкой с уксусом, чем угодно, что вы можете победить эту болезнь. Если можете, если это случайное совпадение по времени, в котором мы живём, и ваших симптомов, слава богу, лучше обшибиться в эту сторону. Но процентов 90 за то, что на самом деле это признаки болезни. И чем больше вы боретесь, тем хуже вам будет в итоге, когда вы всё-таки попадёте в руки врачей, тем дольше будет лечение, и тем меньше у вас будет шансов. Мой сосед по палате, в отличие от меня, боролся не три или четыре дня, он боролся десять дней, пока не сдался. И это привело к тому, что он провёл в реанимации восемь дней. Восемь дней в реанимации, поверьте мне, это не то, что люди хотят испытать на своей шкуре. Ничего подобного. Вот это главное, что я могу сказать. Не надо ждать. С вами будут, вне зависимости от того, где вы живёте, в Москве или в глухой деревне, я понимаю, что условия очень разные. Но, наверное, чем дальше от Москвы, тем раньше нужно заставить себя обратиться к врачам. Потому что далеко от Москвы, причём я имею в виду, конечно, далеко на территории России, а не в Европе. Я просто не знаю, как в Европе. Потому что сам процесс того, чтобы вы попали в лечебное учреждение, может быть дольше. Не ждите. Это крайне опасно. Вот всё, что я могу сказать. Это то, что я вынес из всей этой истории. Это, наверное, самое главное. Я не буду обобщать и переносить опыт Москвы, повторяю, на всю страну. Я прекрасно понимаю разницу. Я не буду сейчас заниматься никакими политическими рассуждениями о том, что к чему привела оптимизация нашего здравоохранения. Это совершенно отдельная проблема. И результаты, к сожалению, мы все видим. Я не буду говорить о том, что врачи в одном городе, миллионники, зачастую имеют совершенно другую профессиональную подготовку, плюс совершенно другое оборудование, плюс совершенно другой лекарств, нежели врачи в какой-нибудь глубинке. Это и так все знают. Это и так, к сожалению, понятно. Я могу говорить только о том, что я сам испытал. Другого я сейчас говорить не хочу. И вот я испытал, что чем быстрее вы подумаете о том, что ваше здоровье и ваша жизнь имеют ценность, тем легче вам будет эту заразу победить. Вот это главное, что я вынес. Всё остальное, лекарства и так далее, это уже пускай определяют специалисты. Можно ли надеяться пересидеть? Надеяться можно. Быть в этом уверенным нет. Андрей, поскольку оказываешься в больнице, слава богу, не часто, а это такой опыт, который потом помнится годами, особенно ещё и вот в этих карантинных сложных, небывалых в мире раньше условиях, то хочется уподобить это немножко сидению на необитаемом острове. Ну, там, с пятницы или с воскресеньем, я уж не знаю. Но, тем не менее, всегда есть какой-то сосед, если не по палате, то по коридору или по курилке. Как бы вы ответили на такой вопрос? Что хочется рассказать о культуре соседу по палате, когда время замедлилось, когда корабль в недвижной влаге стоит, ждёт и спешить, собственно говоря, некуда? О чём хочется рассказать человеку культуре чуждому? Вы меня поставили немножко в тупик. Дело в том, что все люди в палате, все трое, которые были там, кроме меня, в общем, это были люди, главное чувство которых – это чувство радости от того, что они в итоге живы. И я не могу представить себе, чем так вот хочется поделиться. Я знаю только одно. Наверное, я бы не стал, как штильмарк в лагере, рассказывать какие-нибудь приключенческие истории. Я бы, наверное, постерёгся говорить о визуальных вещах, которые я не могу людям показать. Архитектура, живопись и так далее. Единственное, наверное, что кино, ну что, и показывать кадры на экране телефончика, да, это кажется как-то тоже нелепо. Я, наверное, постарался бы, учитывая мои интересы и мои пристрастия, поговорить с ними о музыке. Например, я бы рассказал о том, что вот примерно в эти числа происходит, не знаю, не то, что происходит, нельзя сказать, что мы это отмечаем, но в эти числа любители Битлз вспоминают о том, что вот 50 лет, как Битлз, больше 50 лет, как Битлз распались, о том, что 50-летие альбома Эбби Роуд, о том, что такое и почему это интересно. И вот это я бы мог им показать. Например, я бы мог с ними поговорить про Битлз, ну и поставить им, например, песню «Because» с Эбби Роуд и рассказать, что, в общем-то, вдохновение песни, что бы мы ни думали, что это не, как бы нам нравилось и не нравилось, но это песня, которая родилась, потому что Леннон слушал, как Йоко Оно играет лунную сонату Бетховена. Он слушал, как она играет, и вдруг сказал, а ты можешь эти ноты сыграть в обратном порядке, как бы задом наперед. Она сыграла, и вокруг этих нот, вспоминал потом Леннон, я и написал песню «Because». Кстати, а что мы все время говорим? Давайте, раз я так долго об этом говорю, я вам напомню песню «Because» с альбома «Эбби Роуд». А, «Because» с альбома «Эбби Роуд» А «Because» с альбома «Он» и «Слышку» с альбома «Эбби Роуд» А «It» с альбома «Щевка» и «Эбби Роуд» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это была песня «Because», песня Джона Ленна с альбома «Эбби Роуд». А я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Сэ ля Ви» «Непериодические разговоры» с вернувшимся к нормальной жизни Андреем Гавриловым. Андрей, какие у вас ближайшие планы? Вот о чем вам мечталось, когда вы были в заточении? И что вы действительно собираетесь в первую очередь сделать сейчас? Интересно, за что берется человек, который был совершенно без рук и лишенный своей любимой комнаты, своего книжного стеллажа, своих полок с дисками и так далее? Дело в том, что когда тебя выписывают, как выписали меня, очень хорошо сказал врач, один из тех врачей, что меня вел. Он сказал, поймите, у нас идет война. И это на самом деле я цитирую практически точно, и я с ним согласен на 100%. Он сказал, поймите, у нас идет война, и наша задача – спасение жизней. Это он сказал в ответ на чью-то там жалобу, что нога болит. Ваши болячки нас сейчас, вот эти болячки, не волнуют. Они не имеют отношения к спасению вашей жизни. Это означает, что когда они считают, они врачи, что угроза жизни миновала, тебя выписывают, и ты должен долечиваться дома. Одна из вещей, которые входят в долечивание, мое личное долечивание дома, это периодическое и, по возможности, продолжительное лежание лицом вниз на животе. Можно еще крутиться из боку на бок, но желательно как можно меньше лежать на спине. И вот что я хочу сделать, о чем я мечтаю, это довести себя до такого здорового состояния, чтобы можно было совершенно спокойно валяться лежа на спине, при этом читая книгу или слушая музыку, и не думать о том, что не врежу ли я этим своему здоровью. Ну, а если говорить о более глобальных вещах, то я рад, что ко мне вернулась страсть к чтению, и уже весь вчерашний день я лежал даже на пузе лицом вниз, но, тем не менее, уткнувши нос в книгу, и уже примерно как-то определил себе перечень тех книг, которые я буду читать в первую очередь. А вы знаете, я где-то прочел фразу, совершенно немножко о другом, кто-то сказал, что когда я покупаю книгу, я всегда читаю в начале последнюю страницу на тот случай, что если я вдруг во время чтения всего тома умру, чтобы у меня не было сожаления, что я не знаю, чем все кончилось. Так вот, одно из сожалений, которое у меня было в больнице, я неожиданно вспомнил сейчас, это то, что до сих пор не вышел третий том моего любимца Филиппа Пуллмана из его замечательного, блистательного цикла про Сарри Локхарт, и он не только не вышел, он даже не написан, и неужели я так и не дождусь этого третьего тома, и не буду знать, чем вся эта история завершится. Так вот, вторая моя мечта, это теперь спокойно дождаться, когда выйдет третий том Филиппа Пуллмана. Вышло очень много интересной музыки, пока я там валялся, я следил за новостями музыкальными, читал на экране телефона, и я не уверен, что я буду покупать, потому что много там неизвестного мне материала, но я, конечно, прослушаю новую коробку Фрэнка Заппы, которую выпустили из его архивных записей. Ну что здесь говорить, очень-очень много дел, надо работать, хочу сделать цикл программ про историю звукозаписи, не знаю, получится или нет, я не знаю, знаете ли вы, что звукозапись родилась, ну, примерно на тысячу лет раньше, чем Эдисон прокричал, у Мэри был барашек, ну и так далее. То есть планов очень много, и надеюсь, что сейчас будет возможность спокойно предаваться их осуществлению. Какую музыку вы включили самую первую, когда вошли в свою квартиру? Это музыка, которую я очень бы хотел дать послушать вам и нашим слушателям, но это невозможно, поскольку это семиминутная композиция, и я понимаю, что для нашего эфира это слишком много. Невеселая, мрачноватая, но, с моей точки зрения, совершенно блистательная песня Леонида Федорова на стихи Пушкина «Чума», гимн «Чуме». Я очень люблю эту песню, а после того, как я попал в царство чумы и вышел из него, я ее люблю еще больше. Поэтому я всем советую, кто нас слышит, не поленитесь, прогуглите, найдите ее и послушайте. Песня «Блистательная». Царица-голосная чума Теперь идет на нас сама И льстится жатвою богатой И к нам в окошко день и ночь Стучит могильной лопатой Что делать нам и чем помочь И льстится жатво Музыка Как от проказницы зиму Заповёмся так же от чумы Зажжём огни, нальём бокалы Утопим весело умы И завалив пивы до балы Восславим царствые чумы Есть упоение в бою И бездны мрачны на краю И в разъялённом океане Средь грозных волны бурной тьмы И в аравийском урагане И в дуновенье чумы И на этом мы заканчиваем Очередной выпуск программы «Сэ ля ви» Непериодические разговоры С Андреем Гавриловым Режиссёр Наталья Аркадьева Редактор и ведущий Иван Толстой Мы прощаемся с вами Всего хорошего До свидания На волнах Радио Свобода Выпуск поверх барьеров У микрофона Иван Толстой Продолжаем передачу Коронаверс Стихи коронавирусного времени Так назван международный поэтический проект В который включены поэтические тексты Написанные во время И под влиянием карантина COVID-19 Такой анонс я читаю На сайте нью-йоркского издательства Крик Паблишинг Хаус Которое возглавляют Рика и Геннадий Кацовы Поэтическое слово Летящее из одного конца света в другой Без запретов, карантинов и границ Поверх барьеров Начнём со стихов Марина Гарбер Америка Темные дела твои Тихи дворы От груза освобождены амбары И грузчика зовёт В тартарары Звеняющая Сопрано-стеклотары В него палят без промаху дома Промасленными выстрелами кухонь Округлая О ком, о ком Зима влетает в рот И влетает в ухо В такие дни для них В календаре просвета Не оставили осадки Снег превращает город В лазарет Где грузчик обветрившийся след Как на халате Докторском заплатке А вдоль спины Морозец от догадки Свободы нет Но есть отбой и свет Когда, я говорю, в такие дни Мы из себя Стремительно взрослели В палате В палате общей Смертной и одни В сугробах перепаханной постели Нас коридорной лампочки На колне Освещал И расточался мимо Плывущих по волнам Неисцелимых Внутри запотевающих Зеркал И всяк хотел Из проруби окна Глазами черпать Окуней Молчания Быть первенцем Придумывать названия Лекарством А медсестрам Имена Копить И перемалывать Руду Порыва Еле шороха Движения Преображать Всю эту Ерунду Болезнь В покое И слезы В утешение Стихи Марина Гарбер В авторском исполнении Проект Коронаверс Я звоню в Нью-Йорк Издателям Рики и Геннадию Коцову Здравствуйте, Рика Здравствуйте, Геннадий Здравствуйте, Иван Я много слышал О вашем проекте И некоторые Из передач Программ вашего проекта Уже видел И я думаю Что таких Как я Довольно много Уже в мире Мы о статистике Надеюсь От вас узнаем Услышим А пока Расскажите Пожалуйста В целом Что это за затея Что это за проект Когда он возник И Так сказать Под каким соусом Ни для кого Ни для кого не секрет Что Та ситуация В которой мы сегодня Все оказались Ситуация Связанная С страшной Вот этой заразой Коронавирусом И то Что повлекло Это То есть Карантин И Самоизоляция Ситуация Стрессовая Для любого Обычного человека А для творческих Людей Она особенно Стрессовая Потому что По крайней мере Мне так кажется Что творческие люди Гораздо острее Чувствуют И реагируют На различные Необычные вещи И Естественно Мы Следим за Литературным проектом Поскольку у нас Есть издательство И мы сами делали Литературные проекты Мы следим за Литературным процессом Следим за тем Что происходит В современной Руссоязычной литературе И мы обратили Внимание на то Что огромное количество Поэтов Откликнулось На эту тему Очень много Появилось в фейсбуке Стихов Очень много Появилось Просто в интернете Стихов И различных текстов Мы подумали о том Что было бы Очень интересно Все это собрать Где-то в одном месте Мы решили Ограничиться поэзией Потому что Это больше нам понятно Наши издательства Спатализируются В основном На поэзии На стихах И мы решили Ограничиться стихами И мы начали Потихонечку Собирать тексты Создали веб-сайт На котором Это можно было бы Выкладывать Для того чтобы Просто читателю Было легче Добраться До всех этих текстов И начали собирать тексты И по мере того Как мы начали их собирать Мы обнаружили Что мы не единственные Кому это в общем-то Висящее в воздухе Идея пришла в голову И увидели Что есть уже Несколько проектов Например Есть такой поэт Издатель в Эстонии Игорь Потих Который ежедневно Публикует Как он это называет Психийная Антология Коронатекстов Он там публикует Не только стихи Он публикует Там различные Прозаические отрывки Он публикует Там какие-то Как он это называет Рефлексии Ну вплоть до Новостных Каких-то Коротеньких Материалов Мы узнали о том Что в Санкт-Петербурге Есть молодая поэтесса Степани Данилова Которая собирает Свою антологию Я так понимаю Что эта антология Может быть выйдет В печатном виде Также на Фейсбук Появилась группа Стихи Карантинного времени Которую создал Поэт Дмитрий Бобышев То есть Эта тема Вызвала Широкий отклик Как у Самих литераторов Так и у Издателей У тех Кто пытается Сделать из этого Какие-то проекты Вот таким образом Все это и получалось Кто был первый Из приглашенных Ваш проект Или кто была Первая группа Как она создалась И как вы Задали ей Эту тему Здесь наверное Очень важно Отметить Что Вот те Группы Те проекты Которые Перечислила Рика Они позволяли Любому желающему Войти в группу Или в проект С любыми текстами Мы изначально Себя в этом Ограничили Поскольку Ну мне кажется Что Если кто угодно Публикуется В твоем проекте Это как-то С точки зрения Концепта Расфокусирует И во-вторых Позволяет Различные Тексты Публиковать Которые Ну на взгляд По крайней мере Нас Организаторов Нашего проекта Ниже По качеству Чем хотелось бы И мы отказались От этого И мы приглашали Приглашали мы В проект Поэтов Которых Мы знали По нашим Предыдущим Различным Проектам Поэтому трудно Сказать Кому мы Обратились Первыми У нас Ну список Наверное Около полутора сотен Поэтов В разных странах мира На разных континентах Я должен сказать Что Начинали мы Наше издательство С проекта Наш Крым Наш Крым Это альтернатива Известной Такой Российской Понятной Идеологеме Основная тема Была Основной Слоган Того проекта Был Крым Для поэтов Крым Вне политики Из геополитики В геопоэтику Да Из геополитики В геопоэтику Собралось тогда 120 авторов Из 15 стран мира Второй наш проект Был Русская поэзия Без границ Это двуязычный проект И на английском И на русском языке Под одной обложкой Выходили разные авторы Затем Еще один наш проект Был Он назывался 70 Это проект Посвященный 70-летию Израиля Который собрал 70 естественно Поэтов Из 12 стран мира Со стихами На тему Израиля И на Тему еврейства Кстати Я так в скобочках Отмечу Что оказывается В русской литературе Практически Таких проектов Не было Единственное Что вот я по аналогии Нашел Это проект Хадасевича Который В 20-х годах Издал Антологию Еврейской поэтики Стихи написанные Русскими авторами Ну в основном Конечно еврейскими Пишущими по-русски Так что Такой был Исключительный Оказывается Случай И 70 Вышла в 2018 Таким образом У нас Была Ну что Что называется Современным языком База данных И мы Обратились К разным авторам С вот этой идеей Присылайте нам Тексты Мы их посмотрим Мы с удовольствием Разместим Вирус И сегодняшняя беда Присутствует Непременно В том Что они читают В том Над чем они Задумываются Или Здесь вольница Ограничение Это в любом случае Цензура Никакой цензуры Не было Никаких Ограничений Не было Мы Ограничили Только Наверное Двумя какими-то вещами Первое Прежде всего Это не стихи Написанные Вот в эти месяцы На любую тему А стихи тематические Они должны быть посвящены Коронавирусы Они должны быть посвящены Карантину Самоизоляции Дистанцированию Как реакция Да Реакция на эти Вызывы И Это не просто стихи Которые написаны О чем угодно В это время Это тематическая Подборка должна быть Второе Это то Что У нас В принципе Нет вообще Никаких ограничений Поэтому присылайте нам Что угодно Даже То что называется Ненормативной А вценной лексикой И у нас В результате Появились авторы Которые Ну на мой взгляд Это вполне логично На эту ситуацию Конечно хочется Отмечать только Только ругательством Накопилось достаточно Вот такой энергии Негативной У людей Которые они Вот таким специфическим Образом Выкладывают на бумагу И У нас появился Ряд авторов Эти стихи Они могут быть смешны Они интересны По крайней мере И Мы наверное Об этом немножко Дальше поговорим В одном из направлений Нашего проекта Это встреча На платформе Зум Это была пятая встреча Она прошла 23 мая Мы пригласили Несколько Вот таких поэтов Это Герман Миноградов Александр Гутин Игорь Левшин Мария Мельникова Гость программы Был Александр Скидан Он редактор Нового литературного Обозрения Поэт Прозаик Эссеист Переводчик И Мы В течение часа Обсуждали Опять-таки Возможность Русской литературе Об сценной лексике Тема не новая Она достаточно Хорошо проговорена И Читали Стихи на эту тему Я должен сказать Что здесь Я бы это все Охарактеризовал Словом Веселый Это все Прошло очень весело Даже радостно И тексты были В немалой степени Смешными Герман Виноградов Подыгрывал себе На гитаре Так что вот Ограничений В этом плане Не было Мало того И в еще одном направлении В нашем проекте Видеоролики Это запись Авторами одного Стихотворения Тоже никаких Ограничений не было И Тот же Герман Виноградов Вадим Степанцов Игорь Левшин Дмитрий Артис Они предложили Не только Такую читку Своего текста Но и Наложили Музыку И это тоже Очень было любопытно И Игорь Левшин Он создает Такие очень странные Техно Какие-то мотивы И это все Странно Довольно Случало Очень интересно Опять-таки Степанцов Все это Подал Ну наверное Как Вот Такой монолог Который Прерывался Какими-то звуками Песенными И так далее Очень интересные записи Так что в этом плане У нас тоже Никаких не было ограничений Я напомню Что на волнах Радио Свобода В программе Поверх барьеров Проект Коронаверс Стихи Коронавирусного Времени У микрофона Иван Толстой Передаем слово Италии Степан Фрязин Под таким псевдонимом Пишет известный Ученый Специалист по истории Русской литературы Стефано Гордзонио Самоизоляция Мир Коморкие Я Закрыл Выжу Горы Слышу Птиц И далекий Гуль Ветрил И нежнейший Зов Девиц Мир Храню Я На ладони Там Альмасы И цветы Там Шумит Волна И кони Мчатся И мурлычут Вдруг Коты Вот Смотри В моем Кармане И спусти Не вдруг Песок И леса Ручьи Поляне И коняк На Пасашок Ящик Старый Открываю Вертоград Лучом Блестит Попугай Там Попугаю Хриплым Голосом Кричит Человек Испорт Иль Мир Пусть Сидит На Едине Накопил Он Власт И жир А Теперь Песок В руке На Столе Золотой Ларец Для Поэта Это Все Но Не Смог Одеть Венец Чтобы Выжить Взял Ружье Степан Фрязин Стефано Горзонио Авторское Чтение Возвращаемся В Нью-Йорк К моим Собеседникам Рике И Геннадию Коцуу Вы люди Издательские Опытные А Открыли Вы для себя В этом Новом Коронавирусном Проекте Какие-то Неожиданные Ракурсы Если Не Авторов То Во всяком Случа Какую-то Тему Какой-то Поворот Темы Вы знаете Мы Открыли В первую Очередь Для себя Какое-то Количество Новых Авторов Именно Для себя Новых Авторов Потому Что Эти Авторы Достаточно Известные В Литературе В русской Литературе Но мы Не Были С ними Знакомы Не Были Знакомы С Их Творчеством Дело В том Что Помимо Наших Персональных Приглашений Была Еще Возможность Присылать Нам Тексты Через Контактную Форму На сайте И Таких Текстов Было Призлано Огромное Количество Мы Честно Каждое Письмо Рассмотрели К сожалению Очень Много Было Я Не Хочу Это Как-то Несколько Очень Интересных Авторов Которые Опубликованы И Мы Ориентировались На то Что Нам Понравилось То Что Они Делают Понравились Их Тексты Но Позже Когда Мы Начали Их Публиковать И Естественно Смотреть Их Биографии Их Творческие Биографии Выяснилось Что Это Люди Уже Достаточно Заслуженные С Большим Количеством Публикаций В Серьезных Известных Журналов Что Тоже Немаловажно Потому Что Если Допустим Мы Выбираем Какого-то Автора Руководствуясь Своими Эстетическими Представлениями Своим Эстетическим Каким-то Вкусом То Когда Мы Видим Что Эти Люди Опубликованы В Серьезных Интересных Журналах Это Значит Что Их Оценили Не Только Мы Но И Профессионалы Редактора Поэзии Разных Журналов Толстых Журналов Их Тоже Оценили Что Значит Мы Не Ошиблись За Их Предпочтения Что Касается Каких-то Новых Тенденций Ну Трудно Сказать Что-то Мы Открыли Или Нет Я Например Для себя Открыла То Что Люди Очень С удовольствием Включаются В процесс Потому Что Иногда Мы Смотрим На Особенно Известных Пайков Нам Кажется Что Они Недоступны Что Многих Людей Которых Там Сейчас Можно Увидеть Мы Привыкли Их Видеть На Телеэкране В хорошем Кассе И так далее Здесь люди Записывали Все Сами На Телефоны Через Зум Через Скайп Как Угодно И Тот Энтузиазм С которым Эти люди Включились В этот Процесс Нас Поразил Просто Потому Что Сегодня Из 100 У нас Сегодня 112 Если Быть Точным Авторов Опубликованы В проекте И вот Такие Ролики Прислали Наверное Человек 70 Или 80 Мы их Еще не Подсчитывали Но Это Можно Сделать Легко Потому Что Все Они Сейчас На Сайте В разделе Коронаверс В лицах Все Там Можно Посмотреть И Послушать Очень Приятно Поразило То Как Люди Среагировали На Наше Предложение И Насчет Публикации Тематических Текстов И Насчет Продолжение Интерактивного Участия В проекте Я бы добавил Что Если мы говорим О какой-то Оригинальности В текстах С точки зрения Эстетики Насколько Можно говорить О каких-то Открытиях Я думаю Что Да и в целом В поэзии Сегодня О каких-то Открытиях Говорить сложно Поскольку Мы уже прошли Золотой век И Серебряный век И весь 20 век И 21 век Уже пятая часть Прожита Интересные тексты Интересный И профессиональный Уровень Конечно Одно Определение А второе Это насколько Есть Это Тексты Стихотворения Сюжетные Насколько Эти сюжеты Неожиданны Неожиданны А их повороты В самих текстах Насколько Ты Не представляешь Чем это Текст дальше Будет Продолжение Чем он Закончится И конечно С точки зрения Фактики Как звучит Стихотворение Я должен сказать Что У нас Есть разные Совершенно Тексты Которые И содержательные Повествовательные И наверное Их можно отнести К тому Что называется Заум Работа со словом И так далее И то и другое И третье И четвертое Интересно В немалой степени Все это Известно И каждое Поколение Каждый поэт Проживает В любом случае Все это По-новому Тем более В этой Новой Ситуации Ведь на самом деле Этот вызов Который мы Все принимаем И эта ситуация В которой мы Существуем Она совершенно Необычна Для человечества В его современной Истории Для каждого из нас Для наших семей И так далее Поэтому Да Существуют Различные техники Написания стихотворения Различные подходы Эстетические К тому Что есть стихотворный текст Что есть поэтика Но все это В новой Этой ситуации Я должен сказать Что звучит это все Оригинально Свежо Да По-новому Можно не стесняться Этого Это очень оригинальный В результате Получился проект Я хочу добавить Рика сказала 112 человек у нас У нас могло быть 1112 Огромное количество людей Хотят Чтобы их опубликовали Но мне кажется Что вот такое Ограничение Которое мы сами Собственно На себя наложили Оно ведет к тому Что действительно За каждого автора Мы отвечаем И не стыдно За каждый опубликованный текст Чего не может быть Когда начинает Количеством Просто Заполняться Сам проект Ну мне кажется Это понятно Тут еще один Можно Монет Уточнить Вот кстати В середине апреля В Медузе вышла Довольно пространная статья Посвященная тому Как литература Не только русская Литература мировая Среагировала на всю Эту ситуацию Пандемии Коронавируса И карантина И самоизоляции И там была Очень странная фраза В этой публикации О том Что поэзия Очень вяло Среагировала На ситуацию Вот мы сегодня Можем с полной ответственностью Сказать Что это Очень далеко От реальности Потому что Поэзия Среагировала Очень живо Очень активно Люди пишут Люди реагируют На людей Это производит впечатление И очень много Людей Откликнулось Именно поэтов На эту тему Ну кстати Иван Нужно здесь Заметить И отметить Временной формат Мы говорим О том Что у нас Тексты Март Апрель И май Это всего Три месяца И те проекты Которые Рика упоминала Там гораздо больше Авторов Гораздо больше Стихотворений Каких-то Текстов Опять-таки Стихотворения Мы обычно понимаем Как то Что написано В силаботонике Ну в силабике А мало еще Ведь того Что мы называем Верлибр Белый стих И так далее И не ритмическая И не рифмованная Поэтика И такого Количества Конечно Которые представляют Вот другие проекты У нас нет Но я хочу сказать Что всего за три месяца Люди Находясь В ситуации Вынужденной Изоляции Видимо Накапливается Творческая энергия Потенциал Очень высок И получается Очень много текстов Я разговаривал С несколькими Редакторами Журналов Которые называются Толстыми Которые выходят И у нас В Соединенных Штатах И в Европе И в России Они говорят Что за те месяцы Когда существует Карантин Такого количества Поэзии Прозы Драматургии Эссе Они не получали Давно Вот именно С точки зрения Накопления Этого материала Такой конденсации Такого количества Авторов Такого количества Произведенных Ими Творений Это очень Интересно Я думаю Что это Как раз Такой всплеск И то Что мы создаем В данном случае Это архив Исходя из того Что у нас Даже есть Что есть В других местах Просто И нынешние Следователи И другие поколения Смогут сделать вывод Какое это было Время Время коронавируса И в завершении разговора Еще одно Авторское чтение Поясню Это небо Больной весной Неужели Но пощади И Геннадий И Геннадий Кацовы Нью-Йорк В проекте Коронаверс Стихи коронавирусного времени Поэзия Объединяющая мир И на этом мы Заканчиваем выпуск Поверх барьеров Над программой работали Режиссер Наталья Аркадьева И редактор Иван Толстой Музыка в ящике Да где вы ее там слышали Музыка в клетке Но это вообще недопустимо Музыка на свободе И рассказывать о вольных приключениях Современной музыки Буду я Артемий Троицкий Программа в эфире В воскресенье В 20.05 На средних волнах В 23.05 Ну и повторы В течение недели Грани времени Еженедельная программа Радио Свобода Мы подводим итоги недели Главные события Глазами наших корреспондентов Смотрим и обсуждаем сюжеты Я автор и ведущий Мумин Шакиров И мой приглашенный гость Слушайте сразу после выпуска новостей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова